сходили зарегистрировались что нам тут каких-то бумаг надавали маски все время пожалуйста перед загрузкой русской а и подождите в грузовике не звоните короче вот эти документы надо сюда поставить вот по загрузке номер 80 какой-то что тут все сказали ждать в машине позовут когда не знаю долго простояли два часа приехал сказал рампа номер 7 поехать впереди развернуться а турок вообще зашторился чё-то ходил туда к ним я думал ходил ругаться где чего года я уже тоже начал нервничать время пол четвертого ну вот приехал охранник сказал рампа номер 7 интересно что сейчас надо вот здесь развернуться здесь места много широко и поедем искать рампу номер 7 уже хоть не обманули уже с рампой через зад самое главное что мы поедем я надеюсь что документ уже все готово уже во сколько загрузят вас только загрузит сколько проедем столько проедь он дурак что-то кота магазин верно собрался или что как интересного не умигает так вот и седьмая вижу отлично подгоняем открываем я так понимаю тут и внутрь можно наверно зайти что там у нас ботинки жилет да понятно все паркуюсь пошли внутрь пойдем с первого раза с правой руки или нет гаси попал век воли не видать попал пойду ворота открывать все стоим внутрь не пускают как грузит уже слышу ждем а грузят доки отдадут дай бог и подчапаем и потихоньку процесс идет нормально только начался гру внутрь не нельзя нельзя так нельзя каид наверное бумажки тут подписываешь всяких что ты не болеешь там и не болел слышите как погрузка идет и добра грузимся ждем где-то час грузили вот так вот нам тут нагрузили 4 наперед поставили десятка на вторую давит нормально видите даже ремни перекинули сейчас надо единственно что крышу бочину чуть-чуть сдвинуть спереди и и что и привязать эти два а эти привязывать смысла нет так должно быть 37 давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 у 3 27 и 4 и 8 27 и 8 35 и 2 37 все все на месте идем сейчас бог сдвигаем два ремня кидаем прижимаем все собираем идем за документами наверно поедем вот оттуда нас грузили внутрь не пустили улица как они красиво сами сделали здесь дополнительный полет подложили и получается выше и все он сюда не пойдет полет эти ремни они все чисто для вида только ими все равно сильно не ужимешь потому что начинает мять коробки остальное все вот это вот увязывать никакого смысла нет так что все документы я забрал правда не проверял еще закрываем борт затягиваем трос смотрим бумажки и можно выдвигаться время уже видите уже уже темно почти наконец-то вот без 26 начальство из 26 все и продолжить разворот там где это разрешено затем на следующем повороте поверните направо что не поднимаем шлагбаум поднимаем лишь документы надо сегодня когда мне прислать потому что они ждут документы и дадут вот эту транспортную графу будет она и начальство хорошо стану будет интернет получше и вышлю туда попозже чутка здесь просто его совсем нету ну здесь правда с интернетом полная беда полная лажа с интернетом вообще не тянет сейчас где-нибудь станем отправим раз раз ждут значит отправим а больше нам 610 километров отсюда по идее должны добежать прибежит там и туда уже конечно не перебежь прибежим и туда конечно уже ночью скорее даже под утро ну а что делать если время не хватит если нигде не воткнемся ничего сейчас еще отсюда будем выбираться нам до до автобана еще здесь по националкам скрипстить короче загрузили 19 половиной тонн еще переключатели там какие то и еще еще я уже забыл короче 37 палет на пихаль на высаде веса 19 с половиной хотя у меня по-моему показывает он 18 я не знаю с этим общим весом я не понимаю у меня у меня показывает 18, а может 19 я уже не знаю этот общий вес на что он нажал ивана вторая не пробивает, вторая 9,7 вообще шикардос по России гриппси будет шутанг вот ну что придется немножко ночью поработать в подемках, где не отстояли, где ночь будем ехать турном не знаю, да Польша, но должно хватить по идее времени, сейчас самое главное только выбраться на автобана там ну и чтобы автобаны тоже не воткнуться нигде сейчас, 6 автобан выходим на Нюрнберг потом на 9 в сторону Берлина и туда потом на Дрезден, короче мы туда же зайдем на Герлиц опять будем заходить в Польшу через Герлиц в общем поехали надо еще сейчас на заправку заехать у них обычно эти подкачки есть ну не на всех, но иногда бывают посмотрел, у меня среднее колесико слабоватенькое с левой стороны на прицепе надо подкачать свой шланг, не хочется этот разматывать подкачку доставать просто у них есть в Германии эти подкачки а может и недалеко, что-то он 13 километров до Зинсхайма, возле Зинсхайма мы выходим на шестерку, да? а нет до шестого автобана здесь недалеко а, ну это хорошо, это радует погнали домой такими тут приходится деревнями козьими дорогами красаться тут еще более-менее в предыдущей деревне там вообще дом на доме был балконы нависали как по Швейцарии и мы сейчас выползем на автобан в этом, в районе Зинсхайма вот за этот музей самолетов вот здесь тоже грузовикам 30 тормозим, а то я в прошлой деревне даже фотик видел могут обидеться аллейка сзади, ничего страшного поцеркать не я придумал здесь 30 ехать видите, как тут узенько грузовик один навстречу попался уже проще знаков не было, ничего осталось 4 километра и все, выходим на шестой автобан и все на взлет и погнали до первой заправки на заправку заезжаем ищем этот подкачку длинь мне свою доставать просто сил нет никаких вот Зинсхайм прямой 10 километров там, где мы в музее ходили техники нынче нам не до музеев надо потрудиться и уже ехать машину сдавать что-то, если честно мне уже поднадоела малость пока приеду так почти два месяца получится как тут пацаны на каденциях по полгода работают я понятия не имею как можно полгода жить в кабине еще документы надо сфотографировать выслать там нифига этого интернета где его есть ну сейчас вот на заправку заеду поищу там этот если подкачка будет подкачаю нет, так на следующий подкачаю и это самое там оттуда сброшу ну а соответственно забыл сказать дозвол заполнен немецкий естественно уже польский тоже чтоб уже потом не забыть случайно ему заполнить рейх 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 поймешь что черт написано чего ты моргаешь я еще не доехал до знака 30 он же ругается красный на ци 25 а нет это все время красный моргаешь понял я думал он уже ругается на меня готовка справа на поворот через один километр вот один километр и автобан вот на эти 20 километров 22 до автобана полчаса времени я отдал готовьтесь через 800 метров держаться правее 600 остается до Польши а я едем тут вот главное шестерка не встрять нигде тут Хильброва ну вот это вот место там а туда дальше там уже девятка 72 уже будет вечер четверка там ни ремонтов ничего нету там можно газовать вот уже Кукин автобан вижу автобан все там грузовикам нельзя ехать через 300 метров поверните направо A6 куда-то там нельзя грузовикам ехать куда нельзя мы туда все равно не поедем мы направо и все тише 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 паркинг поверните через 100 метров держитесь хельброн направо погнали проектие километров здесь шестерка она всегда гудит сплошной поток постоянно идет все новые европейцы все поляки там понятно чехи словаки румыны венгры болгары все да ты что чем он там такой впереди опасный полетели до первой искать подкачку первая заправка только на шестерке на автобане кликнут автахов и были но на автахов лет слежать сейчас посмотрим стоянки понятно уже все забиты хотя время 7 часов вечера все бред это очень такой оживленный автобан здесь в это время парковаться нужно еще только на автахов это не факт сейчас глянем есть тут люфт или нет тут уже и на заправку подъехать тоже может быть проблема видите тут заставляют все как могут хорошо нам сейчас пока парковаться не надо на стоянку остановиться но если а он по-моему там люфт властер было забывая визу через 280 поверните налево готовьтесь к левому полороду через 250 метров ну-ка да люфт а нет ильковой дизель я думал люфт властер здесь есть ильковой дизель вот вот видите никто не заправляется просто стоит здесь потому что вот ему тут надо встать идешь ли негде нету нету на этой сейчас выглянем но оно нормальное на нем практически не видно что оно спущено значит едем до следующей где этот чех поедем значит до следующей заправки пробежал шортах ездил да ну что тепло сейчас парканемся где-нибудь прижмемся если тут есть где прижаться не будем заправку заехать так и будем заезжать пока в России на шиномонтаж не приедем и не качаем я на 10 автобане это на близной берлина я там точно и других встречал там я знаю 100% я там подкачивал паркинг заправка прямо заправка направо смотрите что тут делается тут вздохнуть негде так там для легковых там для грузовых боюсь что все это сейчас будет весьма бесполезно поверните направо затем через 240 метров поверните налево я здесь тоже нет трак дизель написано здесь тоже нет так зеркало гляну колесо на месте поехали уже снег что ли то что здесь так нюнберг куда здесь прямо видишь что тут делается по вечерам только фигурное вождение и сдаешь на этих всех паркингах заправках кто где кто сбоку кто слева кто с дофа вот хотел бы и уже наверное и не стал вот здесь наверно прижался бы вот правее правда этот хвост торчит немножко и вот здесь можно было в принципе прижаться и вот здесь можно было прижаться ну еще прижаться еще можно поехали немец чудо и тут вот в принципе сбоку можно было встать так же некрасиво но еще пока можно как за время уже 8 вечера едем дальше поедем браться на автохофф съездим съедим причина все тоже и они специально не ищу уже теперь этот подкачку будет будет нибудь не будет рисунок так более-менее нормальные это подписчик нас тут ждет уже фёдор нюрнберга ну или отсюда откуда-то с этих мест в общем заедем полчасика постоим 15 минут у меня там паузу получилось на ораловский кстати на десятке как раз ораловская заправка была и там этот вот именно подкачка была может быть и здесь будет списались договорились встретиться ненадолго на полчасика не слышите какая рубль началась обалдеть я уже не стану и переубеждать сейчас на автохофф съездим потом повернем налево резко ну да перепроложить макдональдс макдональдс нам наверно не надо не кушать нет кофейку попить да это запросто что здесь у нас подкачкой буду тут уже ее не дам на следующем повороте поверните на лево будем ехать дальше где наш подписчик где-то здесь не был тут братцы подкачка я говорю тараловская сразу не заметил вот прямо подкачал пять с половиной было маловато все остальные хорошие хорошо колеса вот постояли с федором кофе попили опять целый спальник подарков вам не видно блин федор спасибо огромное дай бог здоровья удачи всех благ договорились что при первой же возможности когда будет мы здесь экскурсию заделаем по нюрнбергу посмотреть вот это здание где этот нюрнбергский процесс был все это остальное я думаю это будет очень интересно у меня самого такое желание есть но на это нужно время еще раз спасибо я думаю мы его когда нибудь мы его найдем ну а сейчас что дальше до польши нам еще 433 километра поэтому покатили время сейчас у нас полдесятого погнали дальше погодка прямо 22 января вот четкая до плюс 3 дождь и зод тоже стих 10 минут назад вообще был ливень у нас район берута вот простите байрой то вот такой вопрос у меня тут у меня встал вопрос и как они слепят если ты выпадаешь на этот на шильду триста тридцать семь километров и нам 4 часа 55 минут но нужно 45 минут паузы сделать это 45 отнимаем за 410 как вы думаете мы добежим или нет заходите сеньорой что-то мне такое подсказывает что мы не добежим до той стоянки до границы с польшей мы должны добежать а там еще вывод буквально не будет хватать там 5-10 минут почему-то но посмотрим я сегодня пол третьего по москве начал работать значит до пол шестого по москве мне можно ехать а сейчас без 20 сейчас мы же говорю возможно мы будем ночевать на самой границы где раньше было на самом переходе чем посмотрим наверное нет не добегу я до той стоянки куда хочу ладно не будем загадывать пока валим увидите аки у нас тут сейчас сейчас снег может пойти какой-то дождик он ливень просто огонь погода и она что снега видно по бокам по самые фаберже и вот такой вот дочь поедем паузу крутить 45 минут второй час ночи перед дрезденом сейчас ораловская заправка будет справа надо заехать блин 8 градусов за бортом обалдеть четыре дня назад было минус 8 и снега было по поясам короче у нас сегодня получается какая-то экскурсия по заправкам кстати вот видите как тут аккуратно надо чтобы этому пергруппнику не влететь хвост да вот так пацаны тоже становится на въезде на выезде без вариантов мест нет все забито где мы поедем 45 минут крутить под колонкой варианта 2 либо под колонку либо где-то спереди кого-то стать просто боюсь что под колонкой тоже будет все витком надо было под колонку ехать колонками пусто где-то ж надо сейчас так стать ну вот здесь сейчас спереди если получится тут прижаться еще правее колесами по бордюрам приходится вот тут правыми на еще вопрос получится ли прижаться справа потому что вот видите тут уже он прямо вот здесь и стоят я не знаю вот они стоят эти средов не выйдут мы тоже так же как они стоят слева сейчас станем нам-то пофигу мы-то отъедем если что на 45 минут всего на 45 минут всего лице кто как-то где так ну вот вроде бы здесь все зашторенные поэтому вот здесь вот мы и приткнемся пойдем кофе купим что ли что тут у нас сколько нам можно ехать 45 минут постоять и час тридцать семь работы час тридцать семь работы и сто двадцать три километра блин все в такую притирку что просто сил нету посмотрим может на самой границе станем туда не поездим куда я планировал вот тоже экспресс доставка вот здесь видите тут даже свободно это он елочка но надо ломаться с правой стороны 1 экспресс доставка вот эти вот у них паровозы такие пойдем сходим на заправку прогуляемся вот она граница я смотрю здесь вот хвосты торчат увидите тут даже въезд на нее нет ну не то чтобы закрыт тут тоже все забито не знаю короче у меня есть 20 минут и 10 километров надо проехать до шелкой шелки и ты пипишка будет первая заправка на автобане грансы польские welcome в польшу и как говорится мучиться надеется что начинающие рано работать поляки какое-нибудь местечко там уже освободят время 3 часа 15 минут все возможно уже что-нибудь и освободится очень хотелось в это верить все мы в польше день добрый я сначала думал поехать здесь по 94 туда на большую стоянку съехать с автобана а потом думаю нет там будет все тоже забито что тут контроль стоит что тут контроль стоит таможенники стоят все полетели 6 километров 7 и 17 минут а если съезжать то этого часу тут здесь налево уходить по куда маленькая поехала и вот и держим очки у нас вариантов нет 13 минут на все просох где-то надо стать это уже конец всего времени какого только можно общего не общего я ну так-то я не буду на нужно на въезде становится все разъедутся лишь один как тополь на плющике стоять можно было в общем то вот здесь вот так вот влезть слева на видите как тут то как может тоже так и стоит вот я думаю вот туда направо поехать я уже у нас сюда место вижу только если получится у нее на это место сломаться прямо туда там будет все сзади заставлено отлично сломаемся вот место вот сейчас мы вот сюда вот и задом и заломаем и все будет окей вот так вот аккуратненько четенько заехали что тут наши колесики все вроде хорошо поспим потом посмотрим good что сейчас время пол четвертого значит где-то в пол первого дня будем выезжать ну а теперь срочным образом он спать и тут и и и это и и и и и Продолжение следует...